Путин. Владимир Владимирович. Российская энергетическая неделя. 16 октября сего года. Где? В России месторождение энергетических ресурсов, которые далеко и дорого перевозить. Пастух-телят по имени Макар, безусловно, подскажет, но давайте без шуток. Там, где железных дорог нет, поскольку с речными перевозками энергоресурсов, мы сумели расправиться, аккуратно сдав на иголки почти все речные суда и суда класса река Амуре. Где у нас железных дорог нет? Эти территории системный оператор предложил именовать ТИТЭС. Технологически изолированная через реальные электрические системы. В переводе с корректного территории, где электроснабжение очаговое, где нет магистральных электросетей, распределительные, миниатюрные, поскольку обеспечивают только или постоянные поселки, или поселки временные вахтовые. Я, с вашего позволения, сразу с электроэнергии начинаю, поскольку киловатт-часы – это энергетическое сырье для той самой цифровой экономики. И раз уж президент не разделяет цифровую экономику на отдельные виды – блокчейн отдельно, сода отдельно, ИИ отдельно, то я этого делать не буду. Могу условно звездочкой отмечить, что анализировать намерен только белый майнинг, тот, который полностью легален, за который все положенные налоги аккуратно платятся. Кстати, о птичках. Майнеры в небольшом поселке, где-то на наших северах, нелегалами быть не могут по определению. Локальная генерация хороша еще и тем, что при ней таким нелегалам с душевной простотой сделают физические замечания. Негде им прятаться в небольших поселках, простите за напоминание о суровых северных реалиях. У подавляющего большинства наших ТИТЭС две отличительные черты – климат, который работе цифрового оборудования на пользу идет, и юридический момент, о котором я говорил и буду повторять снова и снова. Только в ТИТЭС наше с вами законодательство позволяет прямые договоры между производителями электроэнергии и ее потребителями. Без роста сетей, без территориальных сетевых и сбытовых организаций и прочих гарантировщих поставщиков. Я тебе – электричество, ты мне – деньги. И чтобы мы не волновались, давай-ка на долгосрочной договорной основе. Что получает компания, добывающая тот или иной энергетический ресурс? Вместо далеко и дорого, на минимальное расстояние, а потому дешево. Что получает компания, идущая с тем или иным проектом в цифровую экономику? Отсутствие всех перечисленных посредников. Тут даже Федеральная антимонопольная служба со своей ежегодной индексацией на перевес не бегает. А это не только шанс поторговаться за минимальные расценки с компанией-генератором, но еще и то, о чем во всех прочих, одаренных электросетями местах, может только сниться – стабильность цен. Больше того, свой выигрыш получает еще Единый энергосистема России и Объединенная энергосистема Востока, пусть выигрыши весьма своеобразны. Минэнерго в прошлом году не единожды рапортовала, что ему удается в том или ином регионе полностью запретить майнинг, чему было велено радоваться. Нет, я не спорю. За счет отсутствия майнинга как такового только в Объединенной энергосистеме Сибири появился резерв почти в 400 МВт мощности. Всем остальным потребителям стало чуть спокойнее. Системный оператор предложил, а Минэнерго согласилась с еще одним ограничением. Все майнинговые фирмы у нас отнесены в новую четвертую категорию потребителей. Системный оператор имеет право отключить им питание в моменты пикового спроса, чтобы избежать перегрузок в сети с рисками веерных отключений. И это для всех остальных потребителей тоже хорошо, это тоже победа. Но только есть и вторая сторона вопроса. В двери Минэнерго стучатся новые потребители, просящие обеспечить их электроэнергию в режиме 24 на 7. Один и тот же объем электроэнергии в бесперебойном режиме. Но получают уверенный такой ответ. Пошли вон, и без вас проблем хватает. Это говорит о чем угодно, но только не о положительном результате реформ РАО ЕС России, реализованных в 2008 году, замечательной командой блистательного Анатолия Чубайса. Целью этого действия был заявлен приход в генерацию эффективных крупно-частных собственников. Они должны были явиться не запылиться и в полный рост строить новые и новые электростанции. Цифровой потребитель, у которого нет пиков спроса, который желает видеть постоянную нагрузку, идеальный клиент для любой энергетической компании. Но до последнего времени компания, желающая строить новые электростанции специально под цифровые проекты, мы не наблюдали. Их тоже понять можно. Если тебе вздумалось строить электростанцию в составе Единой энергосистемы России или Объединенной энергосистемы Востока, будь добр соблюдать общие правила работы в условиях рынка, построенные на основании знаменитого в узких кругах ФЗ-35 с закона об электроэнергетике 2003 года выпуска. Того самого, который Минэнергос сейчас в 2025 году намерено в корне изменить, чтобы хоть как-то можно было подтянуться к требованию, озвученному президентом России в 2023 году на Восточном экономическом форуме, и которое лично я предлагаю высечь в граните. Энергетика должна развиваться опережающими темпами. То же самое, но коротко. В России есть запертые энергетические ресурсы. В России необходимо развивать цифровую экономику во всех ее проявлениях и направлениях. В России полным-полно ТИТЭС, для которых имеется законное, легальное исключение из правил, разработанных на основе ФЗ-35. Мне кажется, что вопрос стоял, не появится ли компания, способная в ТИТЭС строить новые электростанции под цифровые проекты, А когда именно это произойдет? И кто именно рискнет стать первым? Контракт Росгидро и ЕФК-система, по которому Росгидро зарезервировала под цифровой проект 150 мегаватт установленной мощности Усть-Средниканская ГЭС, при всем моем почтении, не про это. Усть-Средниканская ГЭС строилась отнюдь не под цифровые проекты, но уже хотя бы потому, что в 1991 году, когда стартовало ее возведение, ни про какую такую цифровую экономику никто слыхом не слыхал. Это про другое. Про то, что в Магаданской области других промышленных проектов, в котором требуется электроэнергия, просто нет. А потому это совсем другой разговор. Но ответ на вопрос, когда и кто будет рисковать первым, уже прозвучал. Цитировать не буду, попрошу операторов вывести на экран пресс-релиз якутской топливно-энергетической компании 29 октября всего года, то есть через 4 дня после выступления Путина на РЕН. Лаконично. Но кое-каких пояснений требует. ЕТЭК основана в 60-е годы прошлого века специально для освоения усть-вилюйского газоконденсатного месторождения в северной части центральной Якутии. Открыто оно было в 1963 году. Времени прошло много. Приличной карты в интернете обнаружить не удалось. Да и добыча газа здесь полностью завершена еще в 1993 году. На снабжение Якутийской это никак не сказалось, поскольку в 1965 году было открыто более крупное месторождение, Средневилюйское, добыча на котором ведется с 1975 года. Так бывает. С момента ввода в строй силы Сибири газовая схема Якутии чертит исключительно для того, чтобы показать Чаиндинское месторождение. То, что на этой карте наличит славный поселок Вилюйск, уже хорошо. Но реальная, настоящая газовая столица Якутии – поселок Кысыл-Сыр. И на сайте якутской топливно-энергетической компании это хорошо видно и понятно. За что компания, конечно, отдельное спасибо. В 1967 году устроится первый в Советском Союзе инопланете магистральный газопровод на вечной мерзлоте – Таастумус, Якутск. В 1968 году газ пришел в Якутск. С 1973 года введено в эксплуатацию еще одно месторождение – Мастахское. Кысыл-Сыр – поселок с постоянной численностью жителей 2700 человек. ЕТЭК – компания, удивительная тем, что до 80% ее сотрудников – жители этого поселка. Святые 90-е, приватизация и вот это вот все – в результате ЕТЭК до конца 2019 года контролировал с группой Сумма. Вот так выглядел итог, подведенный на страницах информационного агентства Республики Саха Якутия в январе 2020 года, когда были финализированы все соответствующие финансовые процедуры. ЕТЭК – единственный посадщик газа для потребителей центральной части Якутии и города Якутска. Не так давно над ней нависла угроза банкротства. Однако в сентябре 2019 года Альберт Авдалян, новый акционер компании, выкупил долги ЕТЭКа у Сбербанка, ВТБ, Ростсельхозбанка, а также у дочки Бэнк оф Чайна. Теперь компания Альберта Авдаляна Апроперти является мажоритарным акционером, которому принадлежит 73% обыкновенных акций ПАО ЕТЭК. Поскольку я точно не финансовый аналитик, разбираться во всех перипетиях сделки с бывшими владельцами с расчетами по долгам перед банками и бюджетами, не стану. Остановимся на конечном итоге. У компании «Эльга Уголь» и у якутской тупленоэнергетической компании один владелец контрольного пакета акций. Мне очень хочется надеяться, что и управленческая команда работает по одним и тем же алгоритмам. Они мне не будут скрывать нравятся. Просто перечислю бегущей строкой. За пять лет работы команды «Апроперти» на Эльгинском месторождении угля объемы добычи выросли в 10 раз. Десятикратно увеличился персонал. Построено 14 обогатительных фабрик, три новых вахтовых поселка, аэропорт, расширены железнодорожные пути. И это не говоря о жемчужине, новой частной железной дороге, напрямую связавшей Якутию с Хабаровским краем. Тихоокеанская железная дорога протяженностью более 600 километров. Новый угольный порт на мысе Монорском на побережье Охотского моря с привычным уже уху названием «Эльга». Вполне сопоставимо с результатами пятилетка советской поры. Тем более, что все события происходят там, где не было жилья, дорог, зато была горная тайга и минус 50 зимней порой, которая тут полгода длится. Так что тот факт, что запилотный газовый цифровой проект в ТИТЭС и в строгом соответствии с высказанным Пучином идеей об использовании запертых энергоресурсов взялась именно ЕТЭК, не очень-то и удивила, если честно. Еще раз обращу ваше внимание, уважаемые зрители и слушатели, что речь идет именно о тепловой генерации. Для Центральной Якутии, для компании, которая добывает газ и намерена расширять его добычу, это может быть только началом большого пути. Объем добычи последних лет у ЕТЭК не сильно вырос со времен СССР, по-прежнему около 2 млрд кубометров в год. Ничего хорошего в этой стабильности нет. Не растет потребление газа в Центральной Якутии, что наглядно доказывает, нет тут новых промышленных проектов. ЕТЭК решил использовать традиционное инженерное мышление, «Хочешь сделать хорошо – сделай сам». И мне это не может не нравиться. В чем чистосердечное, признаюсь. Цифровой партнер не назван, но время у нас сейчас такое, когда спокойнее больше делать и меньше говорить. Рано или поздно все равно все станет известно. На наших каналах уже выходили передачи, посвященные этому проекту. Но будут и новые. Проект интересен. Он точно заслуживает внимания и оценки возможных перспектив. Вот только как выяснилось, внимание может быть совсем разным. 19 ноября в Госдуме прошли парламентское слушание по вопросу правового нормативного регулирования топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока и Арктики. В числе выступивших была и депутат Государственной Думы от партии «Новые люди» Сардана Владимировна Афксентьева. Регламент на слушаниях по хронодражу был жестким. Выступление было совсем коротким – чуть больше пяти минут. В телеграм-канале госпожи Афксентьевы, в прикреплённой ссылке, есть его полный текст. А я предлагаю вашему вниманию то, что ей было сказано о новом проекте «ЕТЭК», о газовом сражении Якутской и о том, как, по её мнению, выглядит ситуация на газовых месторождениях компания. Прежде всего, мои слова благодарности госпожи Афксентьевы, поскольку её выступление стало прекрасным поводом поговорить о системе государственных запасов и ресурсов в Российской Федерации. Если по порядку, то начну с удивления. Якутск обеспечивается газом не из одного, а из двух месторождений. Не только со Среднемирюйского, но и с Мастагского, открытого в 1967 году. На сегодня оно по-прежнему в строю. Идёт добыча газа и конденсата. Скважины подключены к установке комплексной подготовки газа. Врезка в систему транспорта на Якутск тоже в полном порядке. Каким образом это неизвестно с госпожи Афксентьевой – загадка. Ну и дальше её выступление звучит не менее загадочно и местами даже таинственно. На территории Якутии газовое месторождение есть и у «Газпрома». Это не только Чаянтинская, но и Среднетюнгская и Соболох-Недлинская. В этих двух запасах газа более 200 млрд кубометров. На 100 лет при текущих темпах потребления газа. Даже если полностью забыть месторождение ЕТЭКа и вообще не заниматься дальнейшей геологоразведкой. Пластовое давление неумолимо падает. И вот в январе 1924 года зафиксирован исторический минимум давления на входе в город Якутск. Средневилюйское месторождение – самое загадочное и таинственное на планете Земля. Давление в его пластах, оказывается, 50 лет хватало на то, чтобы газ полностью проходил 530-километровую трассу до Якутска. Все остальные трубопроводы планеты действуют за счёт работы компрессорных станций. Пластовое давление на самом месторождении – это отдельная проблема. Далеко не всегда решаемо тривиальными способами. ЕТЭК заявляет о том, что они будут, значит, сейчас переходить на создание дата-центров майнинга облачных вычислений. Это всё есть в открытых источниках. Ну, куда уж более открытый источник, чем пресс-релиз компании, который разошёлся едва ли не по всем нашим СМИ. ЕТЭК остаётся добывающей компанией. Компания не строит и не управляет цифровыми объектами самостоятельно. Их реализация осуществляется партнёрами, заинтересованными в долгосрочных поставках газа и развитии цифровой инфраструктуры в регионе. С вашего позволения, без комментариев. Загадка на загадке. Загадочная фраза о запасах газа на лицезованных участках ЕТЭК. Расчётов никаких нет. Откуда эта информация? ЕТЭК планирует в разы нарастить объёмы добычи, не проводя никаких расчётов? Бурить будет где ни попадя, завозя оборудование по севморпути, полей, не повелёй, методом пальца потолка и далее по списку? Строить на авосью цепочку добычи, подготовки, поставок газа и сопутствующих жидких углеводородов? А это инвестиции в десятки миллиардов рублей? Без расчётов? Без анализа вариантов, рассмотрения различных концепций, оценки риска в каждом звене? Что, давно уже стало стандартом нефтегазовой индустрии? Простите, но кроме бессмертной фразы Станиславского в голову ничего не приходит. Ладно, двигаемся дальше. Более того, значит, эксперты из инженерного сообщества Якутии, они бьют в набаты и озвучивают совершенно разумную, на мой взгляд, идею проведения прозрачного государственного аудита остаточных запасов. Потому что потребление растёт, но при этом, значит, выбирается газ, но при этом и сами объёмы месторождения постоянно увеличиваются. Постоянно увеличиваются. Существующая методика, она основана на том, что модельные расчёты превалируют над практическими расчётами. И получается, на основании модельных расчётов увеличиваются объёмы газа. Но это на самом деле, ну, как это называть простым русским словом? Ну, приписки, что ли? Потому что бурение, оно нечасто единичное. И более того, сама система, сама инфраструктура этого месторождения, она очень сложная. То есть, забурившись в одном месте, невозможно посчитать все объёмы. И на самом деле, это требует серьёзного, мне кажется, регулирования, чтобы не было никаких нарисованных цифр. А вот это уже совершенно серьёзно. Государственная комиссия по запасам, ГКЗ, была создана в 1927 году. Чуть позже её структура была усилена за счёт создания территориальных комиссий по запасам. Как и почти 100 лет назад, ГКЗ остаётся государственной структурой. Как и прежде, объёмы ресурсов и запасов любого месторождения утверждаются в ГКЗ или в ТКЗ, территориальных комитетах по запасам. Защита заявлений от каждой компании проходит через заседания комиссии, участниками которых являются федеральные эксперты, региональные геологи и представители профильных институтов. Государственный аудит месторождения был и есть. И если у госпожи Авксентьевой есть план того, как его можно усилить, улучшить, углубить, то это огромная, серьёзная и очень профессиональная работа, требующая изменения целого ряда положений действующих законов и подзаконных актов. Нельзя исключать, что это именно так. И в этом случае я буду искренне рад, если к нескольким словам будут добавлены качественно проработанные документы, которые можно будет обсудить в открытой дискуссии. Если, к примеру, речь пойдёт о восстановлении Министерства геологии, это будет просто здорово. Так что жду и надеюсь. И, пожалуй, последнее на сегодня соображение. Существующая методика, она основана на том, что модельные расчёты превалируют над практическими расчётами. И получается, на основании модельных расчётов увеличиваются объёмы газа. Но это на самом деле, ну как это называть простым русским словом? Ну, приписки, что ли? Если всерьёз принять вот такую логику, модельные расчёты – это приписки, то мы обязаны признать, что все запасовики и геологи СССР и России 70 лет подряд занимались приписками. Не только ЕТЭК, но «Газпром», «Роснефть», «Лукуэл», «Новотэк» – все. Потому что ни одно месторождение в стране от Самотлора до Баваненского нельзя посчитать без геолого-технологической модели. Точно так же работают и «Эксон», и «БиПи», и «Шелл» – весь нефтегазовый сектор планеты. В таком подходе приписками становится вообще вся мировая нефтегазовая отрасль. Если кто-то предлагает серьёзно отрегулировать и отменить моделирование, давайте честно скажем, это не про аудит ЕТЭК, это про отмену современного недропользования как класса и переписывания всех запасов России, да и планеты. С нуля. Ещё раз. Либо мы признаём, что современное моделирование – нормальный инструмент, который ГКЗ контролирует, либо мы объявляем приписками вообще все запасы углеводородов в стране и начинаем всё с нуля. Я не уверен, что кто-то из серьёзных экспертов возьмёт на себя ответственность за такой вывод. Затронуты госпожой Афксиньевые вопросы, темы, мне кажутся, чрезвычайно важными. Причём касательно отнюдь не только нового проекта ЕТЭК. Её предложение номер четыре – запретить наращивание добычи и подключение новых энергоёмких потребителей, таких как майнинг, дата-центры, до завершения аудита газовых месторождений и создания резервного газоснабжения и энергоснабжения, прямо противоречит инициативам президента России, отметают прочь параграфы 22, 23 и 24 Закона Российской Федерации о недрах, требует полного изменения приказов Министерства природных ресурсов номер 265 от 6 сентября 2012 года и номер 216 от 15 мая 2014 года вместе с изменениями 2023 года. Такое вот у меня личное оценочное мнение. Я понимаю, что вот эта фраза требует полного раскрытия. Вот о том, как в настоящее время в нашей стране выглядит порядок постановки на учёт ресурсов и запасов каждого месторождения углеводородов в Государственном комитете по запасу, как этот алгоритм выполняется компанией ЕТЭК в качестве примера, в следующий раз разговор и продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова